Привет, ребят, с вами доктор Пеш. Давайте же мы все-таки поговорим о скифах, об этом удивительном народе, который разговаривал на иранском языке. Были кочевники, варвары и куда-то вдруг исчез. Но современная наука говорит о том, что генетически, когда проводят исследования скифов, закоронение говорит, что ребята, скифы имели R1, A1 хаплогруппу. Это хаплогруппа восточных славян. Давайте узнаем чуть-чуть больше о скифах, может быть это наши предки. И мы обратимся к книге Геродота под названием Мельпомена. Она длинная, но я сделал некоторые выдержки, чтобы вам рассказать. Скифы многочисленный очень народ. И среди них есть группа, которая называется Автары, Катаиры, Таспии и Паралаты. Эти четыре группы скифов называются царские. Ими правят, они относятся к царю. Всеми скифами правит человек, который называется царь. И слово царь в нашем языке произошло именно от скифского слова царь, означающего мудрого правителя и аскета. Так вот, четыре этих группы сами называют себя соколоты или сколоты. И они считают себя эллинизированными тоже народом. Священными предметами у скифов являются плух, ярмо, секира и чаша. И чашу все скифы носят у себя на поясе. Когда-то, когда-то в древности, никто не знает когда, скифы пришли откуда-то из Азии. Но откуда, никто не знает. Где-то посередине, вот, если мы посмотрим, где-то вот Черное море, прямо посередине Черного моря, где-то там живут группа скифов, которые называются калипиды. Они тоже эллинизированные. Говорят и пишут, как бы, на языке, похожем на греческом. И там же живут ализоны, которые сеют хлеб, едят чеснок, лук, чечевицу и проса. Севернее ализонов находится огромное пространство земледельцев, которое называется альвеополиты. Которые не просто едят то, что выращивают, но и выдают это зерно на продажу. И вы помните, ребята, что скифия являлась поставщиком зерна всей Греции. А в ответ греки платили скифам золото, то самое золото, которое потом скифы переплавляли и делали вот эти уникальные золотые украшения, которые находятся в скифских закоронениях. Вот, за Днепром находятся вот эти земледельцы. А к востоку от земледельцев живут как раз вот кочевники. Это где-то в районе, наверное, Донецкого кряжа. И до реки Гера всего лишь маленькая группа скифов выращивала коней вот где-то от, ну, в общем, до реки Гера. Что это за река, так никто не знает. А вот за рекой Гера и как раз начинаются царские владения. Там и живут те самые скифы царей и те, которые относятся к царю. Вот, описывается, что там огромное просто количество скифов. И вот от Азовского моря до Дона, где-то там они живут. Вот Дон Танаис, за ним сразу живут савраматы. А сверху от савраматов живут меланхены. Вот, 15 дней пути вверх на север от савраматов и меланхенов начинается разный лес, разной природы. И там живут буддины, такой удивительный большой народ, рыжий, голубоглазый, который живет в лесу и ест шишки, со слов греков из Одессы. Вот, а на север-восток от буддинов живут фигасеты. Тоже очень огромная многочисленная премия, которая занимается тем, что охотятся. Причем охотятся, как мы знаем, на лошадях и имеют собаки. От них рядом находятся и ирки, а на востоке от них живут снова скифы так долго, до каменистой неровной почвы, до самых гор, где возле гор живут лысые, с широкими подбородками, плосконосые люди, которые едят растения под названием понтик. Это похоже на смоковицу, но с косточкой внутри. И эта еда, которую они делают из этого растения, называется асхи. Очень похоже на башкирский плод, на башкирскую еду, которая называется асха. И, кстати, вот я хочу сказать, что вот это слово понтик, что это такое? Может быть это абрикоса? Нет, говорят современные исследователи. Это подорожник. Вот, в общем, просто смешно, совершенно, понимаете, описание целого народа, которые, ну понятно, башкиры, да, живут там где-то возле Урала, едят абрикоса. Нет, это подорожник. Ну, в общем, ладно. Вот, так вот, рядом с ними, чуть-чуть севернее, живут Агрипеи. А вот что дальше над горами, неизвестно. Ну, говорят, что там тоже есть люди, которые спят шесть месяцев в году. Вот, к востоку от Агрипеев, за горами, где-то там живут и седоны. По словам и седонов, к северу от них живут аримаслы или одноглазые, или узкоглазые люди. Потому что арима по-скифски один, а спу – это глаз. И вот именно эти люди-то и хранят золото скифов. Вот, во всех этих землях Геродот описывает очень суровую зиму. И на севере, за или перед, мы не знаем, уральскими горами, живут гипербореи, которые, неизвестно, что это за люди, которые очень почитаемы все скифами, но известно, что они передают дары в Грецию, в город Дивоз. Дары для Аполлона и Артемиды. И эти дары, завернутые в пшеничную солому, раньше эти дары сопровождали пять прекрасных голубоглазых светловолосых девушек. И они доставляли эти дары прямо к храму Артемиды и Аполлона на острове Довоз. Но однажды эти девушки умерли, и греки очень плакали по этим девушкам. Они похоронили их с почестью, и до сих пор их могилы находятся за храмом Артемиды. И туда молодые люди, девушки и парни иногда приходят, отрезают волосы и приносят волосы им в жертву. Но до этого две девушки пришли, две гипербореки по имени Арга и Олис. Они прибыли в Грецию вместе с Аполлоном и Артемидой. И им до сих пор в Греции поют гимны. Вот как же обитаема Азия? Азия, мы узнаем, какие там живут народы, но известно вот что. Дарий покорил людей, которые жили вдоль реки Инда. А дальше за Индом, говорит Геродот, находятся безжизненные земли. Там невозможно жить. Давайте дальше узнаем побольше. А скифов в следующий раз.